Украина самая важная помощи Украине в европейских и не только странах, а также тех, кто помогает России в ее агрессии. Но начнем с ситуации в самой Украине на поле боя, об обстрелах и так далее. Все, что у нас идет в самом начале подкаста, как обычно. Леша, привет. Расскажи, пожалуйста. Данила, привет. Населенные пункты Украины ежедневно подвергаются новым обстрелам со стороны России. По данным Генштаба ВСУ, наступление России ведется на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За минувшие сутки Россия нанесла 4 ракетных удары и совершила 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Сегодня российские военные обстреляли из артиллерии Херсон. По данным представителей Херсонской областной администрации, под удар попала производственная база одного из предприятий. Ожесточенные бои ведутся за Углидар, Бахмут и Авдеевку. В конце прошлой недели интернет облетело видео с подбитой российской колонной. Судя по видео, армия России потеряла около 30 танков и БМП. Но вот по данным нидерландского расследовательского проекта Орикс, при наступлении на Углидар и Авдеевку за три дня с 8 по 10 февраля российская армия потеряла 103 единицы техники, включая 36 танков. А журнал «Политико» со ссылкой на украинских военных пишет, что в боях за Углидар Россия могла потерять элитную 155-ю бригаду морской пехоты. Ну, в условиях войны мы не можем проверить все эти данные. Минобороны России, наступление российской армии и вероятные массовые потери под Углидаром и другими городами, не комментируют. Также по военным сводкам видно, что Россия медленно занимает территорию вокруг города Бахмут. Подробный репортаж об этом опубликовали наши коллеги с BBC, которые побывали на передовой. Но, как говорят западные эксперты, хотя у Украины шансов отстоять Бахмут немного, взятие города на данном этапе войны уже не будет играть решающего значения. Да, действительно, о не слишком решающем значении того, что украинская армия может оставить Бахмут, говорил и в интервью со мной глава Луганской области Украины Сергей Гайдай. Он, наверное, один из самых публично узнаваемых политиков украинских. Он руководит Луганской областью с 2019 года. И, в общем, именно в Луганской области и в Донецкой области пытается Россия развивать свое наступление. Ну, вот что говорит Сергей Гайдай, когда я попросил его прокомментировать, как может развиваться наступление российское, которое явно совершенно Кремль приурочивает к годовщине развязывания им войны против Украины. Вот они называют дату там. Окей, даже 24 февраля для нас понятно, для советских людей понятно, почему 24 февраля. Но, тем не менее, была дата там 9 мая мы возьмем что-то там. Потом там День России мы возьмем тоже что-то там, какой-то населенный пункт. День рождения Путина мы ему подарим там тоже какой-то там Нью-Васюки. И ничего у них не получалось. Они все время называют какие-то даты, какие-то цели привязывают к этим датам. И у них ничего не происходило. Вот ни разу они к озвученной публично дате и привязке какого-то там события вооруженного плана. Никогда, ни разу у них это не получалось. Так вот, могу сказать, что к 24 февраля ничего не будет. Ну, ничего. Про Донецкую область можно вообще забыть в том плане, что посмотрите, как они разбивались о Солидар и Бахмут и до сих пор разбиваются о Бахмут. Ну, хорошо. Даже для того, чтобы сохранить войска, мы можем выйти из Бахмута, но тогда мы окажемся тоже в тактически лучшем положении. Им нужно будет форсировать реку. Поэтому, ну, это просто тяжело. Если посмотреть на карту, да, там Белогоровка-то, она маленький кусочек территории, на самом деле. Причем, который уже просто стер с лица земли. Это действительно просто территория. Осталось одно название села. Но там отличные подразделения стоят. Боевые ребята, которые очень мотивированы. И туда зайти просто так не получится. Кроме того, я хотел добавить, Лёш, к тому, что ты говорил о потерях. Совсем недавно Министерство обороны Великобритании опубликовало сводку, в которой говорится, что за последние две недели российская армия понесла, видимо, самые тяжелые потери, которые сопоставимы только с первыми днями войны, то есть с тем, что было год назад. По данным Минобороны Великобритании, причиной этих высоких потерь является целый ряд факторов, включая нехватку обученного персонала, координации, ресурсов на фронте. Ну и в то же время Минобороны Великобритании говорит, что выводы основаны на данных Генштаба Вооруженных сил Украины. Их трудно проверить. Но, тем не менее, британские военные соглашаются с этими выводами. Говорят, что, скорее всего, все верно. И вот насчет потери 155-й бригады морской пехоты есть косвенные свидетельства, хотя ты правильно оговорился, что мы не можем проверить в условиях войны эту информацию. Но в интервью изданию «Семь на семь» один из морских пехотинцев, которые служили в этой 155-й бригаде российской, рассказал, что бригада на 80 или 90% состояла из мобилизованных и, по его словам, из-за больших потерь все время подвозили новых. На самом деле, вот это вот буквально устилание трупами земли в Донбассе, об этом говорят очень многие и в украинских вооруженных силах, в украинской администрации и с российской тоже стороны. Во всяком случае, цитаты из этого морпеха, которые были опубликованы каналом «Семь на семь», жуткие. То есть, он сказал, что там тех, кто выжил, назвали дезертирами. Он говорит, лучше бы я попал в плен и не вернулся. Отношение максимально плохое. Уже положили человек 500, может быть, больше. Таким образом, со всех сторон подтверждают невиданные потери России этой зимой в Украине. Да, и косвенно это подтверждает и украинская сторона тоже. Вот в интервью, которое наши коллеги взяли у военнослужащего армии Украины, который как раз обороняет Углидар, говорит то же самое о том, что потери российской армии невероятны. И то вот видео, которое разошлось по соцсетям, это лишь одна из атак. На самом деле, таких атак больше. Более того, и командование НАТО косвенно подтверждает, что вот это вот наступление, которое также аналитики сравнивают совершенно верно с устиланием трупами. По сути, Россия таким образом начала, похоже, свое наступление в Украине, о котором много говорилось. В частности, генсек НАТО Ян Столтенберг заявил, что вместо того, чтобы готовиться к миру, Путин посылает в Украину еще больше солдат и вооружений. И вооружения, кстати, похоже, начинают заканчиваться. Причем у обеих из воюющих сторон. В частности, об этом пишет западная пресса. Выдержки с Financial Times приводит BBC. Со ссылкой на западные разведки Financial Times пишет, что Украина использует примерно 5000 снарядов в день. Это столько, сколько небольшие страны закупают за целый год. При этом Россия тратит в 4 раза больше. И генсек НАТО, которого я уже цитировал, заявил, что действительно текущие темпы расходования боеприпасов Украины во много раз выше нынешних темпов производства. Однако он выразил уверенность, что страны НАТО смогут нарастить производство и смогут не только продолжать снабжать боеприпасами Украины, но и восполнять собственные запасы. Ну вот к обсуждению, которое вообще на этой неделе будет идти в НАТО и странами Запада мы еще вернемся. Пока еще продолжим про обстановку на линии фронта. И надо сказать, что и российские самые высокие официальные лица фактически косвенно подтверждают, что полная беда там у них с мобилизованными и так далее. В частности, например, Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в России, как это не иронично звучит, сообщила, что обратилась к начальнику генштаба России Валерию Герасимову, а я напомню, что именно он командует сейчас официально российской войной в Украине, с просьбой проверить распространенную в интернете информацию об участии мобилизованных из Татарстана в этой самой войне практически без вооружения. Вот ее цитируют, что она обратилась к Герасимову, что мобилизованных из Татарстана практически без вооружения отправляли для выполнения боевых задач. И, в общем, конечно, когда высокопоставленный омбудсмен российский так обращается к руководителю этой самой российской группировки, то понятно, что все совсем уже нехорошо. Ну, для российского, естественно, командования и официальных лиц. Кроме того, кажется, Минобороны России нашло, наконец, эвфемизм для того, чтобы прямо ЧВК Вагнера не называть, но как-то их там отмечать, заслуги их и так далее. Вот, в частности, на брифинге сегодня Минобороны России сказала, что некие добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетной войской артиллерии заняли населенный пункт Красная гора и так далее. В общем, дело в том, что в конце прошлой недели о занятии этой самой Красной горы рассказывал кремлевский повар и куратор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Этот населенный пункт находится в 7 километрах к северу от Бахмута, и, в общем, за него шли бои уже несколько месяцев. Очевидно, что сейчас Минобороны пытаются как-то так вот с одной стороны признавать, что много-много вагнеровцев что-то там делают на фронте, с другой стороны не называть их прямо. Ну, вот Москалькова, Данила, которую ты упомянул, она обратилась еще в Следственный комитет насчет новой казни бывшего бойца ЧВК Вагнера или предположительной казни. Видеоказнь распространил близкий к ЧВК Вагнеру телеграм-канал Грейзон, и утверждается, что вот этого человека зовут Дмитрий Якущенко, что он заявил, что это не его война и перешел на сторону Украины, после чего якобы его похитили в Днепре, и затем якобы, опять же, будут судить или самосудить представителей ЧВК Вагнер в России. Видео размыто, вроде как его убивают кувалдой, но там нельзя точно сказать, что там произошло, но интересно, что довольно цинично вот этот ролик прокомментировал и сам Пригожин. Он заявил, что дети развлекаются. Вы думали, что фильм про Якущенко – это односерийная драма «Азорий здесь тихий, но думаю, что он больше похож на 17 мгновений весны. Если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией», – ехидно подметил Пригожин. Но даже Москалькова подчеркнула, что внесудебные казни недопустимы, и нужно все это проверять. Ну, тем не менее, у российского командования и политического руководства совершенно очевидная задача – это закрепление всех своих оккупационных приобретений. Вот выпустил сегодня сообщение Совет Безопасности России, в котором эксперты этой организации рассмотрели вопросы, как они говорят, новых российских регионов, и они подчеркнули, что развитие сухопутного коридора с Крымом, так называемыми ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, имеет стратегическое значение. То есть очевидно, что Россия будет стараться полностью закрепиться на тех территориях, которые она еще контролирует. Есть разные разговоры о том, что является конечной целью. Все-таки Донбасс, и потом будет что-то такое. Либо победа объявлена, либо о перемирии заговорят, либо все-таки будут пытаться удержать все эти территории. Посмотрим. На самом деле пока непонятно. При этом очевидно совершенно, что все время перекладывает Кремль на всех остальных вину за развязывание войны. В том числе Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сегодня обвинил Украину опять в том, что, цитирую сейчас, «Киевский режим действовал в отношении республик Донбасса, ни один режим в отношении нужных территорий так бы не действовал, ни один режим не занимался бы тем, что вполне можно назвать геноцидом, не обстреливал бы свои территории и свое население из тяжелой артиллерии». Но господин Песков как-то забыл, что Россия делала это два раза минимум. То есть в середине 90-х и начале 2000-х территория Чеченской республики была обстреляна ракетами, тяжелой артиллерией, авиацией с применением довольно серьезных бомб и так далее. То есть как раз российский режим уничтожал свое население всеми доступными способами, а теперь Песков говорит, что ни один режим не занимался бы, чтобы оставить себе территорию и так далее. Так или иначе, очевидно, что опять Кремль распространяет риторию, значение которой 180 градусов от реальности. При этом другие страны опасаются очень серьезной дестабилизации, которая может исходить от России. В частности, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит диверсионные действия с целью совершения госпереворота в республике. Почему это важно? Кроме того, что это само по себе важно, об этом недавно говорил Владимир Зеленский. Недавно он заявлял, что у Москвы есть план дестабилизировать ситуацию в Молдове. И вот теперь Майя Санду говорит, что эти планы, эта информация Зеленского была подтверждена Службой информации и безопасности Молдовы. Да, действительно, очень важная новость. Действительно, Молдову называют одной из стран, куда, в частности, в Преддестровье могут перейти военные действия прямо или косвенно с территории Украины. Мы об этом подробно рассказывали в наших предыдущих подкастах. Другая важная новость. Контактная группа по вопросам обороны Украины соберется в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник. В субботу вечером стало известно о переговорах главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Украины Алексея Ресникова. О состоявшихся переговорах стало известно поздно вечером в субботу. В частности, Украине обещают предоставить десятки современных боевых танков, включая американский «Абрамс» и немецкие «Леопарды», британский «Челленджер». Но сейчас президент Украины Зеленский и другие официальные лица Украины призывают союзников предоставить истребители. И это совещание, которое станет следующим после встречи на авиабазе в Рамштайне в Германии 20 января, вот на этом совещании Украина, по всей видимости, также поднимет вопрос о поставке истребителей. Уже готовятся украинские военные использовать танки «Леопард-2», учатся на них воевать. И президент Польши Анджей Дуда с министром обороны Польши Мариушем Блащаком в понедельник увиделись с польскими инструкторами, которые обучают украинских военнослужащих как раз управлять этими танками. Они посетили военную базу и полигон в Свентошеве на юго-западе Польши. Каждый день проходят там тренировки по 10 часов, без выходных. Там учат военных действовать с «Леопардами-2», а действовать на обеих модификациях этих танков «Леопард-1», «Леопард-2» украинские военные учатся в Германии. В общем, очевидно, что обучение украинской армии новейшей западной техники тоже будет очень серьезным вкладом в то, как готова будет украинская армия отражать вот то наступление, которое, да, уже развивается. Кроме вот этой контактной группы по обороне Украины, в Брюсселе еще и будет встреча министров обороны стран НАТО. Это будет 14-15 февраля, и очевидно, что нужно проводить обсуждение о том, какие новые виды вооружений можно было бы передать Украине. Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня. Он считает, что важно сфокусироваться на передаче тех видов вооружений, которые Украина сможет применить в недалеком будущем. Ну, вот бронетехника, например, и надо ремонтировать ремонт и обслуживание всех тех вооружений, которые уже поставлены Украине. Это, конечно же, уже фактически союзнические отношения. Вот это вот очень важно. В это время у России вовсю развиваются союзнические отношения с Белоруссией и Ираном. В частности, есть исследование газеты «Гардиан» британской о том, как Иран поставлял России дроны дальнего радиуса действия в 1922 году с цифрами, с названиями. И, в общем, довольно серьезный материал вышел в «Гардиан». Его цитирует издание «Медуза». А другой российский союзник, Беларусь, начинает быть все более токсичной для всех стран. В частности, МИД Франции сегодня призвал своих граждан немедленно покинуть Беларусь. Любые поездки в Беларусь формально не приветствуются. И призвали французов Беларуси без промедления покинуть страну автомобильным транспортом через погранпереходы с Литвой, Польшей и Латвией. Возможно, все это вызвано тем, что немножечко еще обостряется такая вот союзническая горячка у Александра Лукашенко, который сегодня встречался с генсеком ОДКБ и Манголи Тасмагомбетовым. И вот сказал Лукашенко следующее. «Если кто-то думает, что конфликт Украины и России – это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, ничего подобного так не будет. Придет время, оно недалеко, буквально завтра. Оно потребует определяться, занимать определенную позицию». В общем, конечно, интересно, в какую сторону истолкуют эту фразу Лукашенко другие союзники России и Беларуси по ОДКБ. Но совершенно очевидно, что уж точно Минск хотел бы втянуть в этот конфликт и другие страны договора о коллективной безопасности. Ну и, в свою очередь, навещают Беларусь европейские политики, которые действуют прямо противоположно призыву МИДа Франции. В частности, глава МИД Венгрии приехал в Беларусь, Петр Сиарто, и они там подписывают разные программы новые и так далее. То есть, вот Венгрия продолжает свой курс на то, чтобы фактически разрушать такую единую линию западных санкций и западной изоляции двух стран, которые ведут агрессию – России и Беларуси. Да, и еще, Данила, важная новость касательно Европы. Хотя Венгрия пытается, конечно, внести развлад в то, что делает Евросоюз, но в целом Европа едина и в отношении поддержки Украины и осуждения агрессии России. Вот в частности, агентство Bloomberg и издание Politico опубликовали первые подробности десятого пакета санкций Евросоюза против Москвы. В числе подробностей санкционного пакета, который приводит в том числе русская служба BBC, это ограничительные меры против четырех российских банков, включая и Альфа-банк, один из крупнейших банков России. Кроме того, гражданам России предлагают запретить состоять в советах директоров, я цитирую, критически важных инфраструктурных компаний Евросоюза. Ну, в частности, речь идет о добыче, производстве и поставках энергоносителей. А также список физлиц, в отношении которых действуют персональные санкции, дополнится примерно еще 130 именами. В частности, в их числе будут представители командования российских войск, назначенные Москвой чиновники оккупированных регионов Украины, а также сотрудники лояльных Москве пропагандистских медиа, вроде Russia Today. Также дополнительные запреты планируется ввести на импорт в Евросоюз российского каучука, а также асфальта или битума и других продуктов переработки нефти. Ну, и в Россию также хотят запретить ввозить грузовые автомобили, а также тяжелые транспортные средства, насосы и оборудование, используемое в строительном секторе. Вроде бы еще могут внести в санкционные списки судоходную кампанию, которая базируется в Дубае, и она помогает России обходить действующие санкции. Там есть дискуссия. Но, в общем, если отрежут Россию от такого серого пути по морю для обхода санкций, то это будет довольно серьезный шаг. Пока непонятно, затронет ли санкционный пакет «Алмазы», но вот кого он точно затронет, это он затронет, кроме тех, кого ты перечислил, еще и группу «Вагнер». И пока идут дискуссии о том, будет ли Европа признавать их террористами. Говоря о внутрироссийских новостях, которые касаются агрессии России в отношении Украины, одна очень важная новость – это то, что Верховный суд России скрыл статистику по приговорам военным за преступления против военной службы. На это обратила внимание медиазона. И к таким преступлениям относятся, к примеру, дезертирство, самовольное оставление части и невыполнение приказа. Я напомню, что в декабре 2022 года издание направило в Департамент Верховного суда просьбу предоставить информацию о таких приговорах. Какие-то данные были предоставлены. Но вот издание обратило внимание на удаление части статистики, в частности, по преступлениям, касающимся самовольного оставления части. И ранее журналисты успели увидеть, что число приговоров по этой статье в 2022 году выросло по сравнению с предыдущими. И это действительно косвенно свидетельствует о том, что и российские солдаты сами осознают, что российские власти используют их в качестве пушечного мяса и, как следствие, чтобы сохранить свою жизнь, пытаются дезертировать. При этом российское государство одновременно увеличивает объем своей слежки за населением, а также по результатам этой слежки пытается максимально ограничивать перепост, публикацию, всяческих материалов, связанных с войной. И одной из главных структур, которые выполняют эту деятельность, является главный радиочастотный центр ГРЧЦ, подведомственный Роскомнадзору. О его деятельности совсем недавно большое очень расследование проводили независимые медиа. А вот сейчас есть официальное сообщение о том, что этот самый ГРЧЦ запустил в России систему Окулус для автоматизированного поиска, как говорится, различных нарушений законодательства России в изображениях и видео с использованием технологий компьютерного зрения. Ну, в общем, очевидно, что она еще будет дорабатываться, они тут пишут, до 2025 года. Но ГРЧЦ заявляет, что информационная система Окулус уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме. Но вот говорилось еще раньше, довольно давно, о том, насколько Россия перенимала у Китая и у Ирана их способы блокирования интернета, что повтора провального блокирования телеграммок, когда хохотали все над российскими госорганами, эти самые госорганы не хотят допустить. И вот этот вот Окулус, он будет служить тому, чтобы люди все меньше распространяли правды об этой войне. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. С вами были Алексей Горбачев и Данила Гальпирович. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Я очень надеюсь, что наш подкаст служит вам не Окулусом, а скорее наоборот заклинанием из Гарри Поттера, Окулуса Репара, когда он этим заклинанием себе очки тенил, что мы являемся вашей оптикой для того, чтобы вы видели реальность в войне России против Украины и в том, как Украина обороняется от российской агрессии. Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра. Продолжение следует...